29 641 Я правильно покажу, смотри, неправильно Вот у меня ответ Вы зачитаете Сейчас я зачитаю Какой вопрос вы ответите? Сейчас я посмотрю, подождите Я же не могу быстро запущу Вопрос четвертый Вывод по вопросу четвертому Я отвечала на вопрос четвертый Разница между стоимостью работы Указанной в семье и реальной стоимость Составляет 229 641 рублей Ответ на вопрос Это не ставшему использоваться? Да Когда сводили, нельзя не вкуса Это другая разница Ну давайте, какую еще разницу надо Смотрите, пожалуйста, таблицу Номер один заключение к сперту На листе 10 Таблица номер один Стравительная таблица смертности Графа пятая Графа пятая Графа пятая Графа пятая Столбик пятый Так, 122 122 Так Кто я рассчитывал? Это не я рассчитывал Это рассчитывал Уже вот таблицы Таблица у меня никакого отношения Ни первой, ни второй Ни второй Я никакого отношения не имею Сумма разницы между контрактной сметой Сметной стоимости для аукциона Перечисленной экспертами Она вообще Какое имеет значение В этой экспертизе И использовалась ли она где-либо ранее При расчетах У меня все ответы даны Кто куда использовал Пусть они скажут Куда они что использовали Где они в заключениях использовали Вы использовали эту сумму в расчетах? А я где ее не знаю Они не должна быть Нигде не использовали Вот у меня вот везде разница Между 10, 29, 10, 29 Стоит все Вот эту сумму 122 тысячи 966 рублей 22 копейки Где-нибудь вы использовали В расчетах, которые повлияли бы на выводы? Нигде я не использовала Я считаю Вот минуту Посмотрите Мои выводы Я нигде не использовала И получается В итоговой сумме Тут тоже ошибка есть Графа 5 Столб на 5 И так вот Эту сумму вы где-нибудь использовали За 80 Я нигде не использовалась В саблице я нигде не использовала НиPEC То есть вы из таблицы ничего? Ничему из таблицы нигде не поменяла Не использовала Я делала ответы Отвечала на вопросы следовательных Из восп Order А как у вас были данные использовать для формирования выводов? Я свои сметы брала И брала разницу Отвечала на вопросы следовательных конечно а как мои расчеты сметки я оперирую сметами расчеты посмотрите пожалуйста еще на по 11 смотрю откуда взялась эта сумма 366 и 940 она взялась нам были даны ведомости не выполнен работ по этому объекту и мы их обсчитывали по расценку по правильным процентам и получили вот эти суммы а вообще у меня есть документы даже с тобой сделать сметки то есть эти суммы до содержит сметок на рейдинге любом на работу можете назвать название смех содержится я покажу вот стоит есть значит локальный сметный расчет номер один не выполнена работы оплачены пока из 2 ремонт помещения автового зала 366 06 также поэтому Вопросы не имеются. У судимых имеются вопросы? Да. Пожалуйста. Вы выезжали на объект? Вы выезжали? Минуточку. Я не выезжала. У нас разрешение было обернуто в комиссии. Вот Татьяна Александровна выезжала на объект с фотоаппаратом, фотографировал, с ней участвовали представители стройки, которые там строили этот объект. Мы не участвовали. Мы делали только расчеты. Повторите, пожалуйста. Выезжали, с ними выезжали. Но я сказала, я не выезжала. Дальше вопрос. Вы встанете по правильным расценкам, по правильным расценкам. Вы вообще в своей жизни, когда составляли сметы, вы когда-нибудь в жизни ошибались? Да. Были такие ошибки. Я не говорю, что я идеальна. Я не могу сказать, что я никогда не ошибалась. У защиты имеются вопросы? Пожалуйста. Имеется. Скажите, пожалуйста, год окончания учебного заведения? 1959 год. Скажите, пожалуйста, участвовали либо когда-либо вы именно в проведении судебной строительной экспертизы? Я в самом начале сказала, что я не участвовала. Я возражаю, Ваша честь. Я этот вопрос задала. Хорошо. А в каких экспертизах вы принимали участие? Я принимала участие в экспертизах в проектных сметных работах. Я проверяла сметы и проекты. Даже проекты. Проекты организации работают. Это тоже не получалось. Это первый опыт был участия в судебной экспертизе? Ну, судебный практически, наверное, первый. Да. Скажите еще тогда, пожалуйста, вот 1959 год окончания, скажите, пожалуйста, за вот этот период до настоящего времени проходили ли вы какие-либо курсы повышения квалификации, переподготовки? И имеются ли у вас документы об этом, сертификаты в частности? Ну, с собой не имеются. А вообще? Ну, вообще, ну, вообще, ну, самое… Таких я опыт имею практически. То есть только… Я преподавателем работала по этому сметному делу в институте строительном. Просто повышение квалификации. Скажите, как часто вас приглашают для участия при проведении экспертиз в СИП-проекте в строе? При проведении экспертиз это первое только. Тоже первый раз приглашали. Значит, и именно по договору. Да, да, да. По договору. Скажите, имеется ли у вас опыт проведения именно аналитических анализов по экспертизам? Такой опыт имеется? Ну, почему не имеется, если мы все время анализируем, все время я в всяких комиссиях участвую? Я имею в виду применительно к той экспертизе, о которой сегодня идет речь. Но если я первый раз у нее сейчас участвую, наверное, нет у меня опыта? Такого опыта? Такого опыта? Такого опыта? Я заметила, что я не… Хорошо. Скажите, пожалуйста, и вот про проведение этой экспертизы, какие расценки какого года вы использовали? Поясничные записки – это все написано. А сейчас затрудняетесь сказать? Ну, я сейчас, конечно, не помню. Надо брать поясничные записки, и там все написано. Какие расценки, какие применения, колеси. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Оплату вы за эту работу получили по договору? Да. Вы договорите, у вас по договору предупреждали? Да, да. Ну, и тогда последний вопрос. А сколько по времени проводилась вот эта экспертиза, по которой мы сегодня… Много проводилась. Мы считали, мы уже больше месяца работали. То есть в порядке вдвоем мы больше месяца работали, да? И на объект ни разу не выезжали? Нет, нам не было необходимости, поскольку выезжала Татьяна Александровна, она нам давала данные. Она все одна говорила, где, что, как, где. Вот у вас проникнуло в ваших показаниях имя Юлия. Ну, кого имя Юлия? Юлия. Ну, вы сказали, что кто-то приезжал и просчитывал. Никогда. Юлия никакой не был, никто не приезжал, никакой Юлия я не называла. Так. Значит, а вот вы называли эксперта, куда жит кого? Да, Татьяна Александровна, она давала физические объемы нам для составления смерти. То есть, вот при проведении этой экспертизы, вы с кем были ВКонтакте? С Татьяной Александровной. Только с ней. Куда жит кого? Да, с ней. Только с ней. Только с ней. Больше низкие. Потом приехал Юлия, но он уже в конце только там все, когда не свели уже и мы подписали. А руль Зулина в чем заключалась? Не знаю. Он, ну, как бы, главный, что ли, он от следственного отдела, я не знаю. Он тоже участвовал. Он там фигурирует документы, Зулина. Я увидела один раз, приехал, мы его документы все уже когда готовились, компоновали, мы отдали. Выводы делали. И потом все скомпоновалось и Татьяна Александровна. Она как руководитель у нас была. Ее назначили. А вы как привлечены были? Нет вопроса. Ну эстанс, я бы не выигадал видео про hal если кача все это пошел и пойдет понюю лук до наступление. Я его запустия, который я занимаюсь, У нас есть muchas слиец распределоприрования,